Дорожная милиция Брестской области усваивает контроль за транзитным транспортом. Этими днями на трассах международных значений М1 и М10 повелившись на колькость нарадов ДАИ. С чем это связано? Веды Татьяна Болтуть. 1 дн. в СМИ Бреста появилась информация об дорожно-транспортном здарении на трассе М1, в которой разбилась пара из Москвы. Месяц назад, уступивши в шлюб, они вертались домой. Женщина отримала травмы несумещальные с жизнью, мужчина в реанимации. Проспоруден на той же трассе российскую фуру уразаются украинцы на опеле. Кировцы минивена и двоих у пассажиров шпитализованы. Их это только два выпадки. Причины этих аварий банальны. Либо сон за рулем, либо превышение установленной скорости движения, либо нарушение правил маневрирования. В связи с тем, что заканчивается сезон отпусков, люди возвращаются в Российскую Федерацию, так как в основном транзитный транспорт – это граждане Российской Федерации. В связи с этим проводятся массированные отработки автодорог республиканского значения. В основном это трасса М1, Брест, Минск, граница Российской Федерации. С начала бегущего года на дорогах региону с делом транзитного транспорта зарегистрировано 41 дорожно-транспортное здарение. У них 6 человек загинули, 46 отримали ранения разной ступени тяжкости. Это больше, чем в минулом году и в огромном проценте ДТЗ на территории области – это 30%. В этой связи на трассах М1 и М10 повеличена количество нарадов ДАИ. На особливом контроле захование худкостного режима и самоотчувание кировцев. Спецоперация «Транзит» проводится в области с 13-го до 30-го жнивня. В миновитах этот час выбраны не выпадково. Починаючи с середины жнивня вертаются за отпочинку. У протяглую дорогу кировцы запасаются кава с семками, энергетичными напоями и включают гучную музыку. Если ты чувствуешь, что устал и необходимо отдохнуть, лучше сверни на обочину, на первую капу и спи, сколько тебе позволяет. Также хотелось бы напомнить водителям, иностранным водителям, которые имеют вид на жительство в Республике Беларусь, что по истечении трех месяцев они обязаны получить водительское удостоверение национального образца. В противном случае данные водители будут считаться как не имеющими право управления. Такие случаи были, и в основном это граждане Украины. Памятайте, на территории каждой краины свои правила, которые обовязково требует выполнять. Их шматые нерозные, а лежит все во всех одно.